Одновременно с понижением температуры на улице горожан начала волновать погода в доме. В сетях горожане делятся метеосводками из квартир. Как проходит подготовка к осенне-зимнему периоду, мы узнали у главы города. В этом году немножко у нас осложнен процесс подготовки к отопительному периоду. В связи с тем, что мы делаем колоссальный объем ремонтных работ, систем отопления и водоснабжения, наши горожане, уверен, заметили, в городе у нас очень многие места раскопаны. Идет замена и ремонт магистральных теплосетей. Конечно, у нас все работы идут по графику. Мы не видим рисков того, что мы где-то что-то как-то не успеем. Наши социальные объекты все прошли необходимые все промывки и испытания. Особое внимание уделяем подготовке к осенне-зимнему периоду и непосредственно на квартирных жилых домах. Отопительный сезон в Губкинском стартовал на прошлой неделе, 25 августа. Тепло в квартиры подадут, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней будет держаться на отметке не выше 8 градусов. На сегодняшний день ведется работа по подаче тепла в учреждения социальной сферы, в частности школы, садики, чтобы им 1 сентября было комфортно прийти в учреждения данные. Ну и в больничку, соответственно. А жилфонд после 1 сентября начнем. Специалисты напоминают, за подачу тепла в квартиры отвечают управляющие компании. За подключение жилых домов отвечает управляющая компания, так как теплоноситель в центральную сеть уже Ямалкомонэнерго подал. Соответственно, задвижки на дом открывает управляющая компания, она должна проконтролировать, чтобы не было завоздушивания сети, чтобы каждый собственник жилого помещения получил данную услугу. Добавим, заявку можно оставить в своей управляющей компании или в Центральной диспетчерской службе муниципальной управляющей компании по номеру 2-89-89.